Донна Луна, я, Бог Амон-Ра, рад приветствовать вас на балу, в венецианском балу 16 века. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Ну, если меня приветствует Амон-Ра, как вы знаете, это Бог Солнца, то Богиня Луны, рада приветствовать Бога Амон-Ра, потому что вы же знаете все, что мой символ Вечности — это Солнце, объединенное с Луной. Поэтому как я могу себя чувствовать в 16 веке? Чувствую я себя прекрасно, потому что в это время я тоже здесь пребывала, и я не исключаю, что это было именно это прекрасное тайное место, в котором мы сейчас находимся, где происходят такие очень странные события. И у нас был небольшой аглорационный аперитив перед балом, потому что бал более грандиозный, состоится 16 мая 2018 года. В ресторане «Серебряный век» — это закрытый особняк, это тоже очень таинственное место, с которым меня тоже связывает прошлая моя реинкарнация, которая была в 1700-1600 каком-то году. Поэтому бал будет называться очень обычно. «Мистериум магнум», «Великая тайна» — это бал для тех, кто видит большее. Это для людей, которые действительно перешли грань эры Водолея. Это люди, которые обладают сверхспособностями, я бы сказала так, либо причисляют себя к этому числу, потому что эра Водолея, она очень обязывает нас, чтобы мы просвещались. Поэтому я приглашаю всех, кто готов просветить нас, либо мы вас, потому что Иван Арсеньевич Кононов возрождает передачу, которая называется «Третий глаз». Это будет телепроект, в котором должны собраться все, кто видит больше. И я могу сказать, что Великий День настал, я вернулась в этом, скажем, 21 веке. Мы будем снова искать философский камень магистериум, как и в прошлой жизни. Впрочем, и вам это известно, Бог Солнце. Поэтому я вернулась, и Великий День настал. Я приглашаю всех 16 мая на бал. Заходите на мой инстаграм «Донна Луна Венеция». «Венеция» пишется через «З». А какие сюрпризы, какие чудеса ожидают нас на этом балу? Какие гости будут там из знаменитостей, из людей, связанных с магией, мистикой? Гости будут самые уникальные, самые эксклюзивные, потому что нас посетит сказочник высшего света, Роман Викцюк. Он дал свое согласие, потому что он любит все, что связано с мистикой. Нас посетит посвященный Никита Борисович Джигурда, он же Джанат Хан посвященный. Нас посетит Дарья Мирунова, победительница первой битвы экстрасенсов. У нас будет очень много мистиков в большинстве СМ, и будет творческая интеллигенция, которая пока предпочитает остаться в тайне, потому что если я вам все расскажу, вам он рад, вы же понимаете, что вам уже будет неинтересно, и нашему зрителю тоже. Поэтому 16 мая мы приглашаем вас на бал в Мистериум Магнум. Смотрите мой инстаграм. Донна, Луна, Венеция. Донна, Луна, точка, Венеция, через Z. У вас еще есть вопросы? Да, расскажите, пожалуйста, о творческих планах с Никитой Борисовичем Джигурдой. Дошли слухи, что подходит какой-то удивительный клип. Ну, во-первых, мы снялись в фильме, он называется очень просто. По прозвищу Дьявол? По прозвищу Дьявол, это минимум, что мог сделать Никита Борисович, потому что фильм говорит о человеке, который творит, ну, скажем, добро. У него такая миссия убирать зло. И, конечно же, у нас в тайне есть еще одна история, помимо нашей любви, платонической и высокой. Это клип, в котором мы снялись, и песня называется «Я подарю вам целый мир». А мы уже ее спели. Мы уже сняли весь видеоматериал. Осталась, ну, совершенно какая-то маленькая малость, чтобы сделать презентацию, поэтому быстрее всего, что кусочек вы увидите на балу тоже, потому что Джанет Хан обещал все сделать. Расскажите, пожалуйста, о летающих ботинках, которые вы подарили Никите Джигурде. О летающие ботинки. Это была история 21 века, потому что мой друг Джан-Лука Калькабрини, он именно создатель бренда, бренда. Шоус? Файв шоус, не помню, но неважно. Я вспомню обязательно в конце интервью. Это действительно уникальная обувь, потому что она делается вручную, потому что на это уходит огромное количество времени, это старая технология. Мы, итальянцы, очень любим делать все руками, и понятно, что таких людей, как мы, осталось очень много, поэтому Джан-Лука сделал для Никиты Борисовича уникальную обувь, на произведение которой ушло 4 месяца. Но они действительно летают? Конечно. Там есть чип, и могу им управлять только я и Никита Борисович, поэтому всем остальным это не удастся. Но зрители могут увидеть видео, как они летают, оно планируется. Конечно, конечно. И я думаю, что в вашем фильме «Монра» можете совершенно спокойно донести до нашего зрителя не всю тайну, но какую-то маленькую крупицу. Обязательно. Обязательно. Это интересно. Спасибо, Донова. Олечка, а скажи что-нибудь про бал? Донова. И это... Спасибо. Продолжение следует...